Вчера, в морозное июньское воскресенье, когда у всех православных людей одновременно были именины, ибо вчера был праздник всех святых, в Екатеринбурге под стенами ветхой четырехэтажки на Благодатской 59, что в районе Уктуса, случилось неожиданное. Кусок балкона верхнего этажа отломился и в точном соответствии с законом всемирного тяготения полетел вниз, где в это время, уже час как, был мирно запаркован серебристый Ниссан Джук, местной жительницей Ирины Колосовой. Бетонный шмат балкона четвертого этажа ударился о перила балкона третьего этажа и отскочил на беззащитную эпошку, перфорировал ей заднее стекло и правый задний фонарь, а также покоцал крыло. То есть материальный урон на лицо, хотя скорее на корму. Ехала, когда машина стояла, все было в нормальном состоянии. Потом где-то, наверное, через час ребята пошли гулять с собакой, приходят и говорят, на машину что-то упало. Вышли сюда вниз, соседка из магазина выходит с мужем и говорит, мы видели, что это само летело сверху. Ну и тут уже, конечно, посмотрели, когда наверх, если бы падало только с третьего этажа, с балкона, оно бы просто упало вниз. То есть, видимо, падало с четвертого этажа, вот, срикошетило балкон третьего этажа и прилетело. Оказалось, что это уже не первый случай повреждения автомобиля в этом доме, падающими сверху твердыми тяжелыми предметами. Зимой, по-моему, позапрошлой зимой у соседки на рейндж-ровил падала льдина на капот. Можно только порадоваться, что нынешнее лето хоть и началось со снегопадов, но хотя бы сосулек нет. Ну, по крайней мере, пока. Но заметьте, хозяйка Ниссана, помня, что от дома может что-нибудь отвалиться, запарковалась не под самим балконом, а метрах в пяти от стены дома. Однако фрагмент балкона достал Джука и там. Наверное уж, Ирина даже пожалела, что не запарковала тачку прямо под балконом у стены. Кусок балкона перелетел бы машину, оставив Ниссан невредимым, но случился рикошет. А еще Ирина Колосова, наверное, пожалела, что регулярно платит за капремонт. А балконы, тем не менее, саморазрушаются и машины разрушают. Мы платим за него регулярно. Мы будем готовить документы для подачи, то есть будем писать претензию ЖЭУ нашему. Если не будет каких-то там договоренностей, значит дело пойдет в суд. Ну, а вообще по итогам можно порадоваться тому, что пострадала только бездушная железяка на калошах. А ведь мог во время обрушения под балконом оказаться и, допустим, ребенок в коляске. Прикиньте, что могло было бы быть, но сегодня давайте без бы. Джук вызвал огонь на себя и заслужил песенку про себя. Жил на свете добрый Джук, старый добрый друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, громко крыльями трещал и далее по тексту. В общем, заслонил своим телом разумных. Молодец. Если бы пострадали, скорая бы точно была.